После посещения Польши и изучения того, что безвозвратно ушло, мне хотелось увидеть действующие общины. Я выросла в Израиле и Соединенных Штатах и встречала там людей, которые покинули Польшу и бывший Советский Союз, но никогда не видела тех, кто не уехал. Поэтому меня очень интересовали люди, которые остались здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До войны население Драгобыча равнялось приблизительно 42 тысячам. Интересно то, что оно состояло из трех, более-менее количественно одинаковых этнических групп поляков, евреев и украинцев. По этому поводу польский поэт Марьян Геммар, он, конечно, и не Марьян, и не Геммар, он еврей, он жил во Львове, он назвал Драгобыч полтора места, полтора города, поскольку три этих группы этнические были. Но евреев в Драгобыче было, видимо, 13,5 тысяч перед вами, где-то в 1939 году. В Драгобыче было около 12 синагог. Сейчас даже трудно сказать, сколько их было, потому что была совсем большая, были меньше и были совсем маленькие. Я даже всех не знаю, где около 12 их было тут, в Драгобыче. Ну, большая синагога, отдана еврейской общине в 1865 году, была потрясающей по красоте зданием. Считалась одна из самых больших, если не самая большая синагога в Польше. Внутри это было, когда там включали свет, и этот потолок темно-синего цвета, такого вечернего неба, усеянный золотистыми звёздами, и такой серебристый полумесяц, и цвет колонны эти покрашены в голубой цвет, темно-голубой, и эти внутренние части колонны, жёлтые, получились чисто случайно, жёлто-блокитные. Но об этом тогда никто не думал, но это так получилось. И когда включали свет, а там были колоссальные подсвечники, то это было потрясающее зрелище. На том месте, где сейчас синагога большая, там когда-то стояло очень много мелких-мелких таких домиков, совершенно аварийных, и там жили самые бедные евреи, которые ходили по городу и просили о подаянии. Их там было много. Этот район города назывался Лан, и он по сегодняшний день так называется. Откуда это происходит? Лан – это древняя польская земельная мера. Когда Казимир Великий разрешил евреям проживать в Польше, то староста Драгобыча или бургоместра, не знаю, как его назвать, Даниловский был такой, он разрешил евреям проживать в Драгобыче и выделил им один лан. Один лан имеет приблизительно чуть-чуть больше 15 гектаров. Там эта и синагога стоит, и следующее здание за ней, это была еврейская больница, следующее здание, где сейчас переделал себе на шикарную виллу какой-то дантист, это была так называемая охоронка еврейская для этих бедных детей с этого района, которые там были целый день, там получали образование, их там учили, там их кормили, но на ночь они шли домой. Кроме того, был огромный сиротинец еврейский, где сегодня этот факультет менеджмента университета, то огромное здание большое, там вообще дети жили блестяще, все дети там были одинаково одеты, там была своя школа, там детей учили, дети там жили постоянно, это были сироты. Там была прекрасная синагога, прекрасная. То помещение по сегодняшнему там есть, но что в этом зале, я даже не знаю. Была очень хорошая синагога, вообще там богатейшее учреждение, которое содержалось за счет подаяний, за счет пожертвований драгобельских евреев. директором этого заведения был инженер Бауэр, главный инженер тогда нефтеперегонного завода Галиция. Сейчас это самый большой завод, второй завод он называется. Чем вообще евреи в драгобель занимались? Значит, прежде всего, большинство это были купцы. Большинство магазинов в драгобыче принадлежало евреям. Большинство прекрасных домов принадлежало евреям. Расцвет драгобыца начался, когда в Бориславе под конец 19-го столетия, я не знаю точно когда, открыли нефть. И в драгобыче были построены огромные нефтеперегонные заводы. И тогда драгобыч зажил, так сказать, на полную мощь. Тогда драгобыч был городом довольно богатым. Ну и были, конечно, совсем богатые люди, которые имели свои акции в промыслах в Бориславе и в нефтеперегонных заводах, которые выстроили себе прекрасные дома. Но эти богатые люди и средние тоже там на этом лане не жили. Они жили на всех улицах города драгобыча. При улице бывшей Мицкевича, сейчас Шевченко, это сейчас здание городской библиотеки еще с советских времен. Это был дом еврейских престарелых при центральной улице. И средняя часть этого дома, этого здания, это синагога, в которой раввином был мой дядя, доктор Бернар Шраер, который в государственной гимназии имени короля Богослава Ягела преподавал моисеевую религию на польском языке. Совершенно нормальное явление. Я бы сказал бы так, что до 1939 года в целом было все нормально. в гимназии в один класс ходили и поляки, и евреи, и украинцы. И никто никого не спрашивал, кто ты такой. Единственное, когда был урок так называемой религии, когда поляки оставались в своем классе, приходил ксенц. Украинцы имели свой класс постоянно, где приходил этот их священник, этот поп. И евреи имели свой класс, в котором доктор Бернард Шрайер преподавал, как я уже говорил. И никто никого не спрашивал, кто ты. Нормальным явлением было такое, например, что во время Пасхи ко мне могли прийти мои знакомые, ребята, чтобы их угостить мацой. Так же самое, как в... Ну, как это праздник? Пасха, так? Великодные свято. Можно было пойти к своим знакомым, как говорится, на яйце. Это были нормальные явления. Можно было иногда встретить в городе наклейку «Не покупай у еврея». Ну, если хотелось дешевле купить. шлось к еврею. Тем более, что абсолютное большинство магазинов были еврейские.